друзья всем привет вы на канале сельчанка в америке я говорила в предыдущем видео что вам покажу нашему рульку и все расскажу очень печальная история просто невозможно смотреть что случилось вчера ночью он пришел домой вышел на поел как всегда и на улицу захотел у нас сейчас тепло и они захотели на улицу ну все все котики и в два часа ночью он пришел на террасу под окно где спит марико и он там начал мяукать мяукать звать и марико думаю говорит думаю встану открою не знаю стала открыла забежал пушек в дом затем за стоит вот мурулька он еле зашел в дом друзья они разбудили меня давид разбудил пришел я пришла сюда наверх друзья у него на он мяукает кричит просто ну вопиет не знаю как объяснить и она же не понимает что нужно тихонько там лечь знаете он начинает куда-то идти куда-то на диван даже выпрыгнул бедненький ему так болит невозможно посмотреть на животике там был такой большой укус и была кровь когда он так и шел по по полу то капала ну маленькими такими капельками кровь ой ну что же делать ночь конечно клиника у нас есть emergency такая которая работает 24 часа в сутки для животных есть такая она очень дорогая но она есть скорая помощь как бы как для людей так и для животных есть и ну мы думали повезем утром днем на следующий день но я вижу что кровь идет говорю он может просто стекти кровью и все и более тоже нужно обезболить его как же болит что мы решаем решаем его везти я оделась и муж говорит пускай дети везут они завтра в давида сегодня был выходной тебе говорит завтра на работу ночь пропадет и все нужно отдыхать окей поехал поехал давид и марийка не злоем поехали повезли мульти что у него сказали доктора что у него друзья укусил какой-то зверь какой-то такой побольше но говорит может быть лиса укусила его и сделала ему перелом друзья у него лапка задняя лапка правая лапка она переломана она из бедра опустилась как бы в колено так они объясняли там они думали что даже у него переломан хребет спина но сделали рентгент ему и сказали что только ножка лапочка объяснили чтобы зашить сразу скажу за все что они сколько они там были что ему делали ему делали наркоз потому что нужно было делать рентгент он же так просто не будет лежать за то что ты привез на им на скорую помощь животное стоять 60 долларов это только то что ты привез и они просто посмотрели 160 долларов и помимо того друзья рентгент затем ему давали обезболивающие дали медицину домой ее ему давать я не буду озвучивать цену но много друзья очень много но только один прием сто семьдесят долларов вы поняли что дальше чтобы зашить ту раму она там ну не такая уже там и дырка большая просто кровь из нее и шла ну зубы укус есть чтобы ее зашить друзья они сказали 700 долларов что дальше ему нужно делать операцию операция стоит ну тысяч 4 5 вот так долларов такие цены если не операции они даже не знают поможет ли операция потому что ну а ну там очень сильно то нужно ампутировать ножку лапочку это тоже большие деньги ну привезли его домой ему дали обезболивающий и сказали чтобы он был вот так в клетке купили мы ему уже мясо муж купил с мирославой и даем ведь те таблет ну медицину которую приписал доктор и когда марика приехала домой она давай я поехала на работу она подзвонила в другую клинику в эту клинику где приют помните приют для котиков я там стерилизовали мы его вы представьте почему так только мы его вот только мы его друзья вот буквально несколько когда даже не помню какого числа стерилизовали уже все рамки зажили он начал кушать мы хорошенький он начал начал кушать бегать уже играться то тоже но как бы три дня он лежал болел так знаете после операции но все прошло нормально хорошо он выздоровел и начал так ну уже бегать играется кушать все хорошо даже уже вот на улицу бегал и вот на тебе пошел и такое случилось ну просто ну такой котик хороший ну вы только посмотрите на те лапы ну типа шестые лапы моему роличка хороший ты мой мальчик и просто не могу говорить жалко просто как ребенка что сказала это другая друзья клиника где мы его стерилизовали и все такое прочее марика ты все рассказала им да или может быть то друга а все переслала и рентген да то клиника в которую они его возили ночью перед море когда и водички ему мы ему ставим друзья сюда еду и воду он есть на море к ел скушает до три раза кушал ну это другая клиника приют посмотрела рентген ты и сказала так что они не уверены что поможет ему операция потому что душ очень перелом сильный до марика и они говорят а ножку отрезать от колена или так от бедра мамочки и они говорят что мы они если мы они про говорят привозите его нам и они сделают ему операцию что смогут сделают конечно они будут его лечить будут давать ему обезболивающие что самое главное сейчас для него да и когда он выздорове даже если если ему отрежут ту лапочку что я очень не хочу то я когда он уже все будет нормально его кто-то возьмет к себе есть такие люди которые берут ухаживать они им нравится знаете чтобы ну жаль котика но мы говорим что ну мы не можем покрыть 5000 например за покрытие его операции это очень это большие деньги на данный момент если даст бог да буду миллионером тогда бы без проблем а так это еще я думаю многие меня поймут что 5000 долларов это много хоть их хотя мне друзья его очень жаль да всегда мирочка ждет с работы и что дальше когда ему друзья сделают операцию то попробуй поставь молочко когда он уже будет здоров все будет с ним хорошо то мы его не сможем друзья забрать назад мурлечка бери попи молочка китенька моряка подниму вот так вот так вот так еще пододвинь мой хороший мой мальчик не хочет чуть-чуть возьми возьмем кушал до мой мальчик ну давай попей а лекарства давали днем 7 часов вечера нужно дать моя лапочка то такая проблема если мы его отдадим туда то назад они нам его не отдадут потому что они оплатят операцию все лечения его и заберут какие-то другие люди ну так они говорят если ну они не могут так сделать сделать бесплатно операцию и я приехала такая забралась 2 из давайте моего котенка так у них ну не положено что я думала это что да как ему в туалет ходить она бедненькие встает если вы его так выпустить он просто куда-то идет но она же не понимает не знает думать да это ж какая боль то они сказали чтобы вот так в клеточке лежал крутится да я была целый день не было меня дома то друзья самые первые например мне нам будет очень жаль не знаю мирося там еще будем с миросяй но самые первые мы должны думать про его состояние про его как ему сейчас больно да да это еще сейчас еще как раз на скорую руку она только до недавно только по кастрюли его до стерилизу ой стерилизует и так кошечка его мы кастрировали до такой же хороший вы только посмотрите какая лапонька ну где ж ты нашел тоже тебе укусил мой мальчик если бы могло рассказать если нам его вот так дома оставить да он будет ну а то лапочка срастется все заживет да но покажет это ж какая боль друзья это ж ну я не знаю может быть и не выживет может быть и умрет если завести в клинику они сделают все возможное лучше будет для него чтобы да на троих есть котики и собачки на трех лапочках да я бы его забрала и на трех лапочках чтобы у нас у нас был но они скажут оплачивать ну покажи вот так но стоит видишь просто уже не будет на улицу бегать это так делают операции то я не знаю друзья наверное и вот такая была у нас ночь они поехали ночью я проснулась потом я в 5 30 у 5 пол пятого проснулась повезла миросю на работу муж утром я забрал в 10 30 уже вы знаете такой стресс такое переживание и не знаю что делать муж говорит нужно отвезти его они его там будут лечить а у нас дома что вот так будет лежать будешь давать просто антибиотик там лекарства и все и что будет котенок просто мучиться я не знаю нас валерка тоже попал в капкан когда-то марика тогда у него был перелом или ты помнишь точно да у него трещина была до до валерки была трещина и видите он на лапочку встает но хрома хромает немножечко так накульгивает но он бегает его не даже на не догонишь на улице а в этого перелом моя лапу ленька мой мальчик то я не знаю друзья что делать будем решать сейчас у нас вечер уже еще мы ему доним лекарства на ночь и завтра утром во вторник наверное до беременовика мирослава спит уст она была на работе очень рано мирослава плачет потому что это ее и мне жаль да всегда ждал да 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 чтобы с миросикой спать на кровати мальчик но все равно я завтра мы завтра него завезем и мы спросим да повезем и когда потому что жаль беремые хорошенький бери реки тинька моряка за тубере за да да за головочку вот так вот так вливай вливай вот так она вкусненькой пимой хороший пей молодец мурулечка по да он хороший такой колобочек ты наш я завтра спрошу по этим и я ее спрошу сколько будет стоить чтобы его забрать когда они все сделают да какой как тяжело я просто так думаю вот когда но это же просто животное да котик а как уже тяжело не дай бог за ребенок или люди родные какие-то так вот бывают аварии все такое страшное да это член нашей семьи наш мальчик маленький такой хороший хох вот так получилось друзья и ну например даже выпускать но это если когда мы жили в квартире то да у нас были был котик 2 было потом пушек еще маленького пушека взяли то они да у нас были в квартире мы их на улицу только выгуливали они с нами на поводке как песечки как собачки маленькие а так они не бегали но здесь у нас ферма много земли участок большой напишите друзья что вы посоветуете что делать муж говорит что для него будет лучше чтобы его отвезти его будут лечить это тоже лекарство море когда там и для аппетита да марик а там и антибиотик мире мой мальчик выпей выдавая вот но 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 нет может я помогу тебе море все друзья всем спасибо за просмотр и всем пока пока